Доброе утро! Я рада нашей встрече и рада, что я могу на сегодняшний день развенчать очень многие мифы о жилищном кооперативе. Класс, даже без вопроса сразу начали говорить. Замечательно, давайте прямо приступим к этому. Жилищная кооперация у нас существует 150 лет, их братья Райфайзинги, именно они придумали это сообщество, когда взаимопомощь в первую очередь ведет людей к успеху. В данном случае я считаю, что из тех инструментов по недвижимости, которыми я занимаюсь уже 17 лет, а я в совершенстве знаю практически все инструменты, которые работают на рынке недвижимости, знакомство с этим кооперативом для меня было открытие. Я хотя в 80-м году мне родители купили кооперативную квартиру, и мы молодая семья прекрасно въехали в эту квартиру и с мужем за 5 лет рассчитали за эту квартиру и были очень счастливы, что у нас свое есть. Поэтому слово кооператив для меня было ничего такого страшного, какие-то сомнения у меня не вызывали. Я просто решила ознакомиться, так как у меня есть своя фирма юридическая, я возглавляю Центр финансовой и юридической защиты. В первую очередь я дала рекомендацию своим юристам, чтобы они посмотрели с позиции экспертизы юридической, насколько этот кооператив вообще надежный, стоит ли на него обращать внимание, стоит ли им воспользоваться. Когда мне сделали экспертизу, я поняла, что это супер, это классно, это то, что мне нужно. Потому что ипотека, конечно, здорово, это классно, но там большая переплата, там достаточно много своих... Минимум в два раза, да? Да, потому что и в первую очередь по ипотеке мы платим проценты, и только потом тело. И если человек вдруг решил загасить ипотеку, он удивляется, что у него судо практически, вернее, кредит практически не выплачен. В нашем случае процентов вообще нету, кооператив дает суду на 10 лет, отсрочкой 10 лет, и люди спокойно, ну как бы, именно выдерживают это и выкупают свои квартиры. И единственный страх был у всех, и у меня в том числе, что кооператив оформляет собственность не на пайщика, а на себя. Но когда я разобралась в юридических вот этих вопросах, я поняла, почему это. Если в ипотечных программах это уже прописано по закону, что банк, в общем-то, давая человеку в собственность эту квартиру, но обременяя ее, он не дает возможности человеку ни продать, ни каким-то образом воспользоваться этой квартирой. До выплаты в полный сумм, да. И если человек не выплачивает ссуду, то квартира остается в собственности. Да, квартиру забирает банк, и человек остается у разбитого корыта. В нашем случае, мне это очень понравилось, что в любом случае человек остается с чем-то. Или с квартирой, когда он ее выплатит, или он остается с деньгами, потому что ему возвращают деньги. Потому что, вот смотрите, вот даже то, что для меня было очень важно, использование материнского капитала в кооперативе. Это вообще редкость, когда в кооперативах разрешают использовать материнский капитал. Для меня это важно было, потому что у меня, у дочери появился второй ребенок, и я рассматривала возможность использовать материнский капитал. И это было для меня важно, потому что это федеральная программа. Федеральную программу использовать в каких-то сомнительных схемах нереально, невозможно. Это сразу вопросы у прокуратуры возникают, судебные решения. Это я прекрасно знаю, и с этим надо быть осторожным. И когда я узнала, что вот в кооперативе, если мамочки используют свой материнский капитал, и вдруг не справляются с судой, которые дали, то материнский капитал возвращается в пенсионный фонд, как повторное использование. А в ипотечных программах, если вы использовали материнский капитал, то его уже повторно невозможно использовать. Для меня это было очень важно, потому что, вы сами знаете, на сегодняшний день очень много у нас, как бы, именно все говорят, что это хорошо. Но на самом деле, когда начинаешь разбираться, это выходит, что много сомнительного. В данном случае, я считаю, что вот это для меня послужило главным, и я стала региональным представителем в 2016 году, то есть изучив... То есть уже три года уже получается, да? Да, в 2016 году. В 2017 году я одновременно стала пайщицей. Что это значит? Ну, вы член кооператива, да. Пайщицей, я член кооператива, да. То есть я... Почему мне нравится этот кооператив? Здесь нету такого начальника. Здесь главное у нас в нашем сообществе, это общее собрание. И без голоса пайщика не решается ни один вопрос. И ликвидировать этот кооператив невозможно только потому, что он, во-первых, не занимается никакой коммерческой деятельностью, кроме как покупки жилья. Счет у него открыт в Сбербанке, на котором аккумулируются деньги на покупку жилья. И целевое использование этих денег четко следит банк, потому что нельзя использовать эти деньги на какие-то нужды кооператива. Для этого у нас другие есть. Татьяна Вячеславовна, кто может стать клиентом жилищного кооператива Bestway? Для кого? Это вообще программа для всех. Вот исполнилось человеку 16-18 лет... Хочет квартиру. Пожалуйста, приходите к нам, и уже вы сможете стать участником нашей программы. Здесь нет ограничений по возрасту. То есть, если в ипотечном программе есть у нас ограничения 60 лет и не выше, в нашем, пожалуйста, хоть 100. То есть, у нас нет ограничений. Единственное, чтобы у человека было желание, и у человека должна быть финансовая дисциплина. И куда обращаться, чтобы получить помощь в приобретении своего жилья собственного? Где вас искать, проще говоря? Наш офис находится в центре города, в районе центрального рынка. Цурюпа 91-93, бизнес-центр Башстройконструкции, БСК, офис 204. Мы там всегда вас рады будем видеть. Сделаем вам юридическую экспертизу по любому интересующему вас вопросу. Дадим заключение. И поможем вам разобраться с любыми вопросами, которые жили. Дорогие друзья, у нас в гостях эксперт по недвижимости, региональный представитель... Жилищного кооператива Bestway Татьяна Вячеславовна Червинская. Если у вас остались какие-либо вопросы, я думаю, что настолько исчерпящая информация, принимайте решение, обращайтесь, вам обязательно помогут, подскажут, проконсультируют, сделают экспертизу, ну и вы уже, в общем-то, со своим жильем дальше в новую жизнь. Будьте жить счастливы долго. Спасибо вам большое за то, что этим утром с нами. Удачи, здоровья, а мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в DimaTorzok Добро пожаловать в DimaTorzok Продолжение следует...